В условиях, когда нет вообще никакого электричества, можно использовать светодиодные фонарики. Также есть другое решение, которое будет, кстати, охотникам, рыбакам или тем, кто как староверы живут в отдаленных сибирских районах, но пользуются благами цивилизации, как минимум электрическим освещением. Оказывается, налажен выпуск дровяных печей со встроенным в них термоэлектрогенератором. Такие печи выпускают некоторые бренды. Встроенный термоэлектрогенератор мощностью 60 Вт и напряжением 12 Вольт. Этого хватит для работы двух-трех светодиодных лампочек или зарядки телефона, ноутбука, через адаптеры и переходники. Тепловая мощность самой печи около 4 киловатт. Все хорошо, но вот стоимость более 75 тысяч рублей. Не очень комфортная для покупателя. Ну и понятно, что такая стоимость в основном самого электрогенератора. При нагревании одной стороны элемента и охлаждении другой появляется разность потенциалов. Чем сильнее градиент, тем выше напряжение или сила тока. При подаче напряжения модули могут работать обратно. Одна сторона охлаждается, другая нагревается. Этот эффект используется в автомобильных холодильниках. В принципе, стоимость модуля невысока даже у российского производителя, а в Китае еще дешевле. А стоимость работающей системы десятки тысяч, так как в нее может входить блок управления и стабилизация напряжения, вентиляторы для охлаждения второй стороны термостойки корпус. И, наконец, нужно заплатить за сам бренд. При желании термоэлектрический генератор можно сделать самому. Это ничего сложного. В принципе, установив термостойкие кулеры, малогабаритные промышленные, и подсоединив конструкцию к любой печи, можно из нескольких элементов пельтье освещать помещение бани, домика рыбака или охотника. Вот для таких клиентов и рассчитана заводская печь. Производителю осталось только устранить один недостаток – это понизить высокую стоимость самого генератора. 70 лет назад в СССР существовали термоэлектрические генераторы на термопарах, подогрев от керосиновой лампы, которые питали ламповые приемники в сельской местности. В начале 50-х годов в удаленных деревнях не везде было электричество, и было налажено производство вот такого термоэлектрогенератора. Его название – термогенератор ТГК-3. И вот его описание. Элементов пельтье или зэбека тогда не было, и, как пишут, они боятся перегрева. Вот скан из старого журнала – питание батарейных радиоприемников от термоэлектрогенераторов. Есть несколько фотографий в сети, где показано в деталях устройство термогенератора. По периметру алюминиевой трубки с каналами располагались термопары. Горячим воздухом из керосиновой лампы, а на втором располагались радиаторы – П-образные пластины. Термопары из двух металлов. Возникал термоэдс. Элементы соединяли последовательно для повышения напряжения, параллельно для увеличения тока. В версии ТГК-2.2 напряжение доходило до 120 вольт, но при более низком токе, и было два выхода напряжения – для питания нити накала радиоламп и для их анодов. То есть элементы соединялись последовательно, это уменьшало надежность системы. Это кто-то разобрал прибор и поделился. Каждая термопара изолирована друг от друга азбестовой тканью для лучшей электро- и термоизоляции. Также использовалась слюда. Последовательное соединение всех элементов и получение большего напряжения позволило избавиться от громоздкого преобразователя напряжения в 3 кг, который был обязателен у ТДК-3. Как видно, еще недавно советская промышленность понятия не имела об иностранных элементах пельтье и выпускала простые приборы, позволяющие иметь автономное и мобильное электроснабжение для питания электроприборов и некоторых ламп освещения. Надо заметить, что для нагрева ламп необходима была большая мощность, сейчас бы такой мощности хватило с избытком для работы маломощных приборов и светодиодного освещения. Так можно ли его сделать своими руками? Оказывается, да. Для этого необходима проволока с противоположными термоэдс, и для этого подойдут висмут и железо. Все известные металлы можно расположить в последовательный ряд так, что любой предыдущий металл имеет положительную термоэлектродвижущую силу относительно последующего. Приведены значения термоэлектродвижущей силы в милливольтах, развиваемой термопарой, в которой одним термоэлектродом служит указанный металл, а другим – платина. Разность температур спаев, которых равна 100 градусам Цельсия. Знаки «плюс» и «минус», стоящие перед цифровыми данными, термоэлектродвижущей силы указывают полярность этой ЭДС относительно платины. Даже небольшая скрутка и спайка из проволоки двух разных металлов при нагревании генерирует электричество. И так остается только суммировать напряжение и силу тока, используя несколько сотен таких элементов. Для термопары здесь использована проволока из меди и константана – сплав меди и никеля. Почему-то никелевая проволока имеет более низкие показатели термоэДС. Но лучше железную проволоку, которой дешевле, ее можно также свободно приобрести. Подойдет вязальная проволока для арматуры диаметром 1,2 мм. Вот с Висьмутом сложнее. Этот металл в слитках, чушках имеет стоимость до 2000 рублей килограмм, а уже проволока до 5000 рублей килограмм. Применим такое решение. Возьмем старый автомобильный катализатор. Устанавливаем термопару в каждое отверстие, выводим контакты и паяем эту матрицу для получения нужного напряжения и силы тока. Ставим на печь, когда она топится, и наш прибор будет вырабатывать электричество, которого должно хватить для питания маломощных приборов и зарядных устройств. Вот текст одного интересного комментария. Сергей в гараже в буржуйке в начале отвода трубы установил для теста МГД-генератор. Он их собрал штук 10 в небольшом объеме, запитал магнитолу. Было весело, пока не размагнитились неодимовые магниты, которые не остывали в самой трубе. Не учел конструкции. Речь идет про технологию получения электричества магнита гидродинамическим генератором МГД. Казалось, что это сложная технология, хотя принцип генерации электроэнергии давно известен. Вот краткое его описание. Поток ионизированного вещества, плазмы, например, проходит сквозь магнитное поле, в котором заряды разделяются, отклоняются силой Лоренса. Они сталкиваются с пластинами-электродами. На пластинах появляется разность потенциалов. При присоединении пластин в замкнутую цепь появляется постоянный электрический ток. Напряжение и сила тока зависит от степени ионизации потока и силы магнитного поля, степени отклонения ионов электронов, и от скорости потока вещества. Все эти показатели нужно максимально увеличить, чтобы получить возможность получения больших мощностей электроэнергии. Пример попытки промышленного использования магнитогидродинамического эффекта. Это фотография установки У-25 станции, схемы и макет энергоблока в Новомичуринске. В Рязанской области в 80-х годах строилась электростанция с МГД-генератором, но блок так и не был введен в эксплуатацию. Электростанцию переоборудовали в 2010-м и сделали из нее классическую ТЭЦ в составе Рязанской ГРЭС. Так вот, планируемая мощность генерации МГД-установки на этой станции в Новомичуринске – 500 мегаватт. Второй ступенью была предусмотрена газотурбинная установка мощностью 300 мегаватт, 800 мегаватт, и это всего лишь один блок. Надо заметить, что это вполне сопоставимая мощность с атомными электростанциями, чтобы заменить их на безопасные и многочисленные МГД-установки. Причина свертывания этой технологии неизвестны. О них можно только догадываться. Есть фотографии опытных установок МГД-генераторов Института высоких температур Академии наук СССР. Там исследования велись в 60-х годах. Есть еще один интересный факт. В 70-х был проект Хибины – эксперимент геофизического электрозондирования земной коры. Там как раз использовался импульсный МГД-генератор с максимальной мощностью 100 мегаватт, силой тока 20 кА и временем работы около 10 секунд. То, что существует в промышленном варианте, почти всегда можно по упрощенной схеме воплотить в бытовом исполнении. Так и сделал читатель, оставивший комментарий. Вот объяснение физических явлений в его установке. При горении дров образуется низкотемпературная плазма. Да, огонь – это плазма. Но степень ее ионизации низка. Концентрация ионов сильно зависит от соединений калия – это поташа, который раньше получали из древесной золы. И скорость подъема газов в трубе невелика. Но если последовательно поставить несколько мини-МГД-установок на неодимовых магнитах, то, как видно, можно получить реальные показатели силы тока и напряжения. Конструкция достаточно простая, основная стоимость – это магниты. Это вам не печь с генератором на элементах пельте за 75 тысяч рублей. Схематичная конструкция выглядит, как на этом рисунке лабораторной модели МГД-генератора. Только в этой установке, как видно из комментария читателя, существует проблема – это охлаждение магнитов. У магнитных веществ есть так называемая точка кюри – температура, при которой они теряют свои магнитные свойства. Для того, чтобы эффективно охлаждать магниты, нужно подводить водяное охлаждение. Но это решаемо. Они помещаются в водяную рубашку емкости, подсоединенную к баку с водой на 20-30 литров. Вода в системе при нагревании будет сама циркулировать конвекции. Ну и лучше всего использовать электромагнит, который будет запитан от МГД-генератора. Ну и электроды в дымоходе должны быть огнестойки. Итак, идея на начальном этапе в бытовых условиях была решена. Осталось только решить вопрос охлаждения магнитов. Ну и напоследок, вот еще одна технология, которая незаслуженно забыта. Вот уже более 200 лет известен так называемый двигатель внешнего сгорания, изобретенный Робертом Стирлингом. Схема двигателя достаточно простая, в ней меньше деталей и узлов, в отличие от двигателя внутреннего сгорания. В его конструкции рабочее вещество, как правило, воздух движется по замкнутому контуру и не являются расходным веществом. Достаточно только подвести тепло в систему. В отличие от парового двигателя, турбины или ДВС, где в систему нужно подводить и отводить рабочее вещество, это вода, пар, жидкое топливо, двигатель Стирлинга может работать на любом источнике получения тепла, дрова, уголь, газ, все что угодно. Чем больше подвести тепла, тем быстрее будет передвижение поршня и вращение вала. Причем эта схема внешнего сгорания может иметь достаточно высокий КПД до 90%, это недостижимо для двигателей внутреннего сгорания. Что удивительно, практически нет ни одной промышленной или серийной модели. Единственное, что удалось найти английскую модель газового котла, работающего от природного газа с функцией выработки электроэнергии двигателем Стирлинга. Называется Wedge Pergen, бесшумный генератор. Пишут, что в 2012 году в Европе было установлено до 400 таких установок, стоимость 1500 евро. А вот другая модель. Работает от газа, электрическая мощность от 2 до 9 кВт. Частота вращения двигателем 1500 оборотов в минуту. Вес 470 кг, стоимость 4000 евро. Но в основном в интернете мы увидим вот такие фотографии сувенирных моделей или самоделок. Некоторые просто демонстрационные модели, а некоторые вырабатывают электроэнергию с нагревом цилиндра, свечкой или спиртовкой. Такие сувениры можно приобрести. В той же Англии в конце 19 века изготавливали промышленные образцы, которые использовали как водяные насосы. Это двигатель Стирлинга 1895 года. Работает от дровяного котла, в котором можно сжигать любое топливо. У такого двигателя есть только два минуса – временно разогрев и большие габариты при небольшой мощности. Судя по размерам, двигатель способен вращать не только насос, но и генератор через именную повышенную передачу, а это уже путь к автономности любого объекта в удаленных лесных районах. Именно монополизм в области энергоносителей не пустил в жизнь этот двигатель и много других установок. Получать прибыль от продажи топлива для ДВС гораздо выгоднее, чем просто производить установки для автономного электро- и теплоснабжения. Давайте предположим, что сложности с покупкой такой установки нет, и он работает от небольшого котла. Котел, допустим, на 20-30 кВт тепловой мощности для отопления дома. Часть тепла для отопительного котла отбираем на работу двигателя и привод электрогенератора. Допустим, 5 кВт этого достаточно для освещения и питания электроприборов. Так посмотреть, это идеальная схема. Установка бы пользовалась спросом для строительства баз отдыха в удаленных местах, создания фермерских хозяйств без доступа к электросетям. Ее можно сделать в разных габаритах – переносная для туризма, стационарная для зданий. При желании можно большинство отопительных котлов оборудовать такими двигателями для привода генератора. Можно поставить наварочную панель дровяной печи – в холодный период будет экономия на электроэнергии. Или использовать как резервный источник электричества. Субтитры создавал DimaTorzok